Друзья, всем привет! Мы решили, что наш питомник покидает собаки породы кавалер Кинг Чарльз Паниель. Наверное, для многих это будет шок, но это наше решение. И сейчас мы попробуем вам его объяснить. Скорее всего, многие не поймут. Но, короче, во-первых, давайте скажу, куда они уезжают. Уезжают они не куда-нибудь, а нашему совладельцу. И этот не просто совладелец, а это заводчик Леди, у кого мы ее купили. А еще этот совладелец у нас, владелец нашей, у него наша Триша, Мила, Дива. Уже много-много лет оттуда приезжают щенки. Вы знаете, что в Краснодаре у нас есть совладелец. И это очень надежный человек. И она очень большой заводчик кавалеров. И, соответственно, мы приняли решение ей отдать всех наших кавалеров, всех трех, Ириску, Чили, ну и, соответственно, саму Леди. И там кто что думает, но смысл в том, что девочки сейчас как раз подходят к вязкам по возрасту. Всех можно вязать в этом году. Но Яна просто не хочет этим заниматься. Говорит, что это не моя порода, я даже не хочу заниматься ее разведением. Вот так честно вам напрямую и скажем. Ну вот, не лежит душа, да, Ян? Да. Ну можешь хотя бы в двух словах объяснить, как это? Или просто вот и все? Ну, для меня они просто милые домашние питомцы. Ну все. Вот, поэтому есть заводчик. Мы ей предложили вариант забрать всех троих. И, скорее всего, щенки, которые будут рождаться, будут приезжать к нам. Просто будут приезжать к нам щеночки от них. Мы их будем предлагать. Да, мы будем вам показывать, и будут они продаваться. А собаки у нас эти жить не будут, потому что... Ну они у нас, честно, вот есть такой небольшой... Ну я не хочу, понимаешь, как бы снова проблемы с родами, кесарево. Это не мое. Не то, да, чуть-чуть. Ну просто люди не понимают, они думают, что мы заранее должны были продать. Мы не знали эту породу. Мы посмотрели, нам показалось, что нам, может, она понравится. Мы попробовали, завели вот трех собачек. Все поняли про них. Поняли, был у нас опыт с леди, там достаточно тоже непростые роды были. Вот. Ну, в общем, там тоже есть вопросы, короче, и по родам, и по кесарево. Ну, в общем, мы сейчас, друзья, хотим другие породы. Именно поэтому мы закрываем экзотиков, бульдогов. В общем, все, что нам не нравится, мы приняли решение, что остаются только те, кто нам нравится. У нас есть новая порода, вы, наверное, знаете, уже о ней было, наверное, видео. Вот эта порода больше соответствует того, чего хочет Яна идти по жу, по поведению, и по здоровью, и по всему, по всему. Правильно, Ян? Да. Поэтому девчонки уедут в отличное место, мы будем их постоянно от них получать весточки, и в телеграмме в нашем можете подписаться. Может, они еще и вернутся. Может, они еще и вернутся, и есть вероятность, что после первой вязки они вернутся, после первых щенков. Потому что, так что кто хочет нас обвинить там в том, что мы там деньги или чего, потому что, смотрите, друзья, мы этих собак купили примерно на 300 тысяч рублей. Ну, там, ну, чуть меньше, да, 200-300. Вот. И, соответственно, сейчас бы, как бы, раз бы самое то, если вы думаете, что делать деньги, пора бы было делать деньги, потому что по щенкам Яне от кавалеров, что ты говоришь, постоянно пишут, когда будут детки. Ну, периодически пишут, да. Я всем пишу, что, может, их и не будет. Да, да, поэтому вот, нет, мы лучше отдадим заводчику, который профессионально с этим умеет работать, знает кем поведать. А еще проблема, у нас же три девочки, у нас ни одного кобеля нет, это их надо всех на вязки отправлять. Да, это тоже большая проблема, у нас очень большая. У нашего совладельца есть кобели, но нам бы еще другие. В общем, короче, отсюда сложно все это делать, и это надо знать, в этом надо разбираться. Яна просто не хочет в это во все погружаться, потому что не чувствует вот такой связи с породой, да? Ну, да, мне как бы собак этих я люблю, но к самопороду это не мое. Ну, да, я даже скажу честно, верьте хотите, нет, но Яна даже немножко сполокнула, потому что все равно, когда мы об этом говорили, сегодня день отъезда, я сегодня как раз еду в Краснодар к нашему совладельцу забирать у него экселей от Дивы четырех. Вот, и заодно отвезу девчонок, наших кавалерчиков, вот, и сегодня у нас такой день немножко грустный, потому что я более спокойно отношусь, но вот Яна, конечно, ближе к сердцу принимает. Ну, давайте не будем про сентиментальность, если бы мы хотели снять сентиментальный контент, то я бы вам снял, как Яна переживает. Но Яна, поверьте, переживает. Я на солнце не могу, очень ярко. На солнце ярко. Вот, Янушла в тенек. Так что, друзья, я думаю, что это будет хорошая история, и мы перед вами честные. Пусть. Вот, ну, бывает так, что, видите, мы бульдогов попробовали, нам понравилась порода, но не понравилось разведение. Мы попробовали экзотов, нам вообще ничего не понравилось. Мы попробовали кавалеров, нам понравилось, как они выглядят. В принципе, если трех собак только этих держать, то было бы очень интересно. Но у нас есть и другие варианты, поэтому они у нас, я честно скажу, как будто живут у них вообще на своей волне. То есть они хотят в стае, но к ним нужно отдельно. Они быстрее бегут в компании. Они живут с хохватиками и сейчас с новой породой. Они все время какие-то отдельные, у них своё ого в голове. Вот, поэтому как бы, ну, что-то не то, да, Яна? Ну, хохлатики тоже на своей волне. Ну, поясни, что я много так говорю? Я не могу ничего пояснить, ты уже всё сказал. Ну, про темперамент, ты можешь это про их сказать? Нормальный у них темперамент. То есть, в принципе, порода хорошая, и ты рекомендуешь. Я просто не хочу заниматься разведением этих собак ещё. Да. То, что ты не хочешь просто в это вникать, не лежит душа. Ну, они другие, понимаешь? Ну, совершенно другие собаки. Я с ними же ни погулять не могу, сходить. Да, кстати, друзья, очень большой минус. Они только на поводке. Если я сейчас открываю эти ворота, они улетают в поля куда угодно. Был случай, я за Ириской бежал, случайно открылась дверь, она вот туда побежала по дорогам, по всем, за все поля. Я бежал за ней километр, пока она не включила мозг и не остановилась. То есть, они, видимо, как охотники бежали. Да, охотники, да, у них, хоть они как бы уже давно декоративно-кроватные, но они за своим носом, это капец. И было у нас, что леди сваливала. Это вот они уткнулись, и всё. У нас же здесь и лисы, и зайцы. То есть, для них есть куда уткнуться и уйти, и они уходят. И леди, помнишь, тоже сваливала, искали мы её. Гош, они у нас раз пять уже все сваливали, бегали, искали. Короче, нам такое, друзья, не подходит. Ну, может быть, мы должны были ответственно поднестись к этому раньше, изучить породу. Ну, мы изучили, почему-то об этом мало кто говорит. Да, то есть, может быть... Так и сейчас даже, он листаешь, как бы, ленту ВКонтакте, я листаю, сколько встречается, что кавалеры просто теряются. Они потому и теряются даже в городе, что они уткнулись носом и пошли. Это же с Паниэля. Я тоже стал тенёчек, у нас, друзья, жара, 40 градусов. Но леди позовём, или леди уже покажем, когда машину посадим? Да, посадим. Давайте, я поеду сейчас с ними через Крымский мост, Краснодар, я могу вам всё снять. Если вдруг кто-то есть недоверчивый, куда мы их деваем. Потому что я знаю, что есть такие зрители, которым, если не покажешь, как собака уехала, то сразу начинаются какие-то подозрения. Хотя мы, например, когда-то не показали... Подозрения в чём? Ну, куда дели собак, кому отдали, каким людям. Так какая разница. Да, или выкинули, да. Не, ну, просто, например, Теда мы не показывали, куда он уехал на канале, он просто исчез. Потом, через два года я выпустил только видео, куда делся. Тед, Тед, кому мы их отдали, кого отдали. Про Аишу мы недавно, тоже год-полтора назад отдавали. Люди спрашивали, а видео ещё не вышло, хотя оно просто не смонтировано. Чили, иди сюда. Хочется просто показывать, рассказывать, что ему кажется собаке, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал бесплатно. Ну, вон, видишь, пожалуйста, вот она уже сама по себе. Я её зову, она посмотрела на меня, да и хрен с тобой, и пошла дальше своими делами заниматься. А ты попробуй Микки нашего так позови. Он же прибежит, скажет, я тут, я весь твой. Поэтому я с этими не могу даже никуда выйти гулять, только на поводке. И калитку забудешь закрыть, всё, капец, собак нету. Да. И, друзья, честно совершенно про Микки сразу сказали. Во-первых, у нас венгерская овчарка была до этого. И мы, когда получили Микки, сейчас полностью соответствует он нам нашим ожиданиям. И вы, наверное, кто смотрит канал Яна и Гоши, наш второй канал, видите, что он у нас везде. То есть нет видео, чтобы Микки почти не было рядом. Он во всём участвует, он вовсюду ездит. Дошла до меня, только я её уже не зову. Да. И то даже не до меня, а вот пришла такая сама по себе своими делами. А кто из троих, Ян, тебе больше по темпераменту нравится? Ну, кто более твоя собака? Леди, наверное. Леди, да? Да, Леди на подзыв лучше идёт, чем эти. А Ириску расскажи, какая? А Ириска, в принципе, вот такая вот. Ириска хорошая. Всё время сидит в глаза, смотрит. Я, наверное, на Ириску больше люблю. Вот Чили, вот она больше какими-то своими делами занимается. Да, она просто. Но на подзыв это тоже просто ноль. А вот эти вот две собаки на подзыв нулёвые. Они посмотрели на тебя, мы слышали, и дальше. Да, вот такая история. Ну, я сейчас буду собираться, друзья. Наверное, в этом же видео мы покажем сразу же и приезд к Буле американских, экселей. Я думаю, классно будет как раз. Я поехал, отвёз этих, отдал лодчику кавалеров. Единственное, что я сначала утром их отдам, ночью отдам кавалеров. Потом я еду в Северск-Краснодар и на обратном пути снова заезжаю, забираю их в цели. Чтобы собака не ездит в Северск-Краснодар. Ну, машина там уделилась. Ну, плюс ещё с ними надо гулять, двигаться обязательно. Из-за того, что я не могу, ну, ещё мне три собаки брать на поводок и 10 километров... Ну, на зоне выгула они нормально гуляют? Вот. Ну, они мало двигаются, они там спят. У них ожирение, Коша. А если их там чуть-чуть оставишь, они там могут тоже сетку поднимать и куда-то... Нет, я там их и не... Там же у нас птицы, куры, они же увидят, это пипец, они одуреют. Нет. Утки там всё у нас... А здесь на выгуле они в основном спят. Точно, потому мы их туда... Я просто не понял, почему мы их туда редко выпускаем, у нас же ферма. Да там трава, Гоша. Мне потом всё это из них вытаскивать. А, ещё да, друзья. Не знаю. Сейчас я вставлю кадры, буквально месяц назад... Я даже здесь их не пускаю, потому что здесь потом их... Буквально несколько дней назад мы делали грумминг и риски. Это же целый час я навозилась, каждый колтун. Шерсть очень сложная, друзья. Вот, наверное, самый большой минус для меня лично. Я-то по темпераменту особо минусов так не скажу, что это прям минус, что они такие активные. Вот. Но мне просто... Я в шоке, как они заходят в траву и выходят просто... Там такое в шерсти, там только выстригать огрызки. Ну, поэтому... Или это сидеть, копаться, всё вычищать, я не знаю. Грумминг очень серьёзный нужен, особенно и риски, которая такая лохматая. В тенёчек стали, у нас жара под 40 градусов, как везде сейчас. Вот. Ну, хочется подумать, всё ли мы сказали, рассказали. Вот. Ну, видишь, какая рыба прилипала? Она, да, она прям очень ориентированная. Но она всё равно свалить может. А, нет, она свалить вообще за раз-два. Они сейчас у тебя ели сегодня уже, нет? Конечно. Я же с утра их торгала. Так что, девчонки, классные. Конечно, наша совладелица, заводчик Кенчарска Панели, даже долго не думала, заберёт их себе. Сколько у неё там с Панели-то есть? Да мало у неё сейчас собак. Не очень много. Ну, у неё собаки живут в доме, днём на улице, ночью в доме. Ну, как и у нас, в принципе. Это, наверное, для кавалеров оптимальная. У неё кубели, по крайней мере, есть. Нет никаких проблем с язвом. Мы с ней работаем уже 10 лет вместе. Вы знаете, что мы регулярно ездим в Краснодар, кого-то привозим, отвозим. У неё и птицы, ферма тоже. Короче, обычный сельский человек в селе, как и мы. И кавалерчики, скорее всего, будут... Поскольку вы знаете всех этих наших собак, они все росли у нас, то, скорее всего, и покупателей будет много именно у нас. Чем она сама их будет продавать, пусть приезжают щенки к нам. И мы их всех вам покажем. Будет здорово. Я думаю, в возрасте двух месяцев уже можно будет. Либо самим съездить, либо что-то придумать, да, Ян? Да. Так что... И она, когда, скорее всего, родятся щенки, она нам пришёт простенькие фото на телефон. Мы уже в Телеграме начнём выкладывать. Чили! Что там нашла? Друзья, обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал бесплатный питомник собак. Чили! Там у нас сейчас вся жизнь, там такая движуха. Там под каждым постом десятки, сотни комментариев. Я там всё, что снимаю, сразу выкладываю. Там очень много эксклюзива. Только там прям активность. Обязательно подписывайтесь. Ищите питомник собак в поиске. Найдёте с Сильвером аватарку. Или переходите по ссылке снизу. Питомник собак. Там и розыгрыши, и подарки, и вообще, короче. Если вас там нет, если вы насмотрите, и вас там нет, то это очень странно. Так, девчонки. Ну что, тогда я пошёл машину собирать, клетки ставить. Ириску у леди сажаем. Сейчас чуть ближе к вечеру я поеду. Леди сейчас тоже придёт. Ну давай, Ян, твоё резюме о породе после того, как у нас, сколько, два года пожили кавалеры. Что ты скажешь, если вот люди смотрят... Ой, два, почти четыре года. Четыре? Ты чего, конечно. Мы что, такие старые уже, что ли, стали за это время? У нас уже сын за это время вырос. Они раньше, Димки, родились у нас здесь, появились. Задолго. Задолго. Вот Ян смотрит это видео, люди, которые покупают кавалеры. Или планируют. Расскажи им, почему им стоит брать кавалеры, и почему не стоит. Ну, допустим, в городе кавалеры вообще отличная собака для города. Я проблем никаких не вижу. Тем более, что в городе всё раз собака гуляет на поводке. На поводке, да. Компактная, общительная. Выносливые, готовые долго гулять. С детьми хорошо очень. Со всеми они хорошо. И с детьми, и с другими животными. В принципе, не проблема вообще. Так, а кому не порекомендуешь? Активным людям. Кто любит активный отдых, не порекомендуешь. То есть это всегда надо на поводке, скорее всего, да, собаку водить. И это большой минус для собаки. Нам больше нравится собаки, которые, как Микки, не отходят от нас. Пошли. Так, ладно, друзья, сейчас пока все собачки бегут домой. И я собираюсь в Краснодар. И продолжим видео позже. Так, друзья, ну всё, уезжают девчонки. Ириска первая садится. Затем будет Чили. Затем Леди. Димон здесь у нас сходит. Я уже приготовил машину. Нет, Димон, ты не едешь. Димон тоже хочет ехать. Иди. Так, всё, Ириска садится. Сейчас ей в компанию придёт Чили, а потом Леди. Скажи, что у вас здесь такое интересное? Собаки соседскивают у нас опять их сюда. Проверим? А вот и Чили. Напоминаю, что мы этих собак ещё увидим. Увидим их щенков. Если что-то у заводчика кто-то не приживётся, она нам отдаст. Мы их обиду не дадим, вернём. Если она только хочет перестать заниматься, мы их тоже заберём. Всё, что угодно, возможно. Ну, сможет, мы иногда будем ездить в гости к этой заводчице и будем смотреть, как там наши девочки живут. Потому что мы у неё часто достаточно бываем. И у нас с Экселями там с ней большие взаимосвязи. Чили и Риска поедут вместе, а у Леди течка, поэтому Леди поедет в отдельные клетки. Пастели ей пледик. А назад поедут в этих клетках у нас уже щенки американские боли Экселя от Кинга и Дивы. Последний помёт Дивы. Тоже вы их увидите. Не знаю, буду ли я снимать. Там, скорее всего, будет уже темно. Или когда мы приедем сюда. Ну, может, что-нибудь сниму. Так же, как и отдавать я буду их. Сейчас у нас вечер. Мне туда ехать 4-5 часов. Я там буду в 2 часа ночи. Вот так вот. Поэтому, может, и не буду снимать. Всё, ждём Леди. Ну, так, друзья, заканчивается история наша с кавалерами. Наверное, кому-то обидно, но мы... Яна переживает, конечно, очень сильно. Ну, я понимаю, что если ей не нравится, то лучше от этого не будет. Именно поэтому у нас экзотики и бульдоги заканчиваются. Ну, не хоть человек такой породой занимается. Я думаю, ничего с этим не поделаешь. Ну, и действительно, нельзя заранее знать. Но при этом мы оставимся верны нашим первым парадам китайской хохваты. Чихуахуа. Му, венгерская овчарка. Да и були-покеты. Скорее всего, мы начинали историю с були. Я думаю, тоже с нами навсегда. С Димоном хожу, слежу. Привет. Прячешься от меня? Ну, отлично. Пусть хоть так играет. Прячется за машину. Так что, надеемся на понимание. Мы их не куда-то там отдаем, а отдаем совладельцу. Этот совладелец. Раньше мы туда... Мы ему раньше отдавали и були, которые у нас перегрузки были. И Аня у нас когда-то была совладельцем. Вы также знали, что есть какой-то совладелец где-то, но не знали Аню. Также вот есть в Краснодаре у нас хороший, надежный человек, которому мы можем отдавать собак, которые у нас не... Итак, друзья, а вот и леди, наша красота. Наша первая кавалерка. И она тоже уезжает. Короче, говорим ей тоже пока-пока. Димон тут начинает кричать, бегать. Надо его контролировать. Все, все кавалеры здесь. Ну, увидим же их еще, Ян, правда? Рычи. Ян, увидим же их еще, правда? Уже леди начинают. Она, наверное, не хричит, да? Потому что у нее течка. Течные девочки вот так себя ведут. Ладно, короче. Все, давайте тогда кавалерам говорим. Пока-пока. Ян, немножко с грустью, но так надо, да? Надо кушать. Кушай, отстань. Не хочешь, да? Дожди к Богу, отстань. Ну, друзья, да. Яна грустит. Но им там будет хорошо. И в разведении там точно им будет лучше. Там и кобели есть, и специалист, любящий эту породу. Не разведение в жизни главное. Ну, понятно. Пась, ты куда побежал? Ладно, все, Яна пошла ловить Димона. Он играет вокруг машины, бегает. А я поеду туда через мост в Краснодар, отвезу кавалеров и привезу американцев. Так, друзья, и вот мы приехали к дому, где будут жить леди Иериска. Да, кто смотрит наш канал, знает, что мы сюда частенько приезжаем, забираем, выгружаем. То есть они будут жить. Все, друзья, кавалерчики приехали. Мы вот здесь. Сейчас их придут, заберут. Я клеточки здесь оставляю. Сам еду в Краснодар в сервис. Сделаю машинку техобслуживания. ТО 100 тысяч она прошла, снялась с гарантии. Машинка, спасибо тебе, что ты на 100 тысяч не ломалась. Теперь будем без гарантии, будет чуть-чуть хуже. Вот. На обратном пути я снова сюда возвращаю. Забираю уже клеточки, но уже с щенками Excel от Дивы и Кинга. И мы их сюда погрузим и поедем уже домой. Все, друзья, отдали леди Иериску и Чили. Забрали их. И это видео сейчас снова начнется на этой дорожке. Но уже часов через 15, когда я буду ехать по ней назад, в обратную сторону, забирать наших Excel. Так, друзья, и вот у нас уже новый день. Я уже сделал ТО в Краснодаре, вечер следующего дня. И я возвращаюсь за щеночками от Кинга и Дивы. Сейчас я их увижу впервые. Вам, наверное, уже покажу просто, что они в клеточке. И уже дома с Яной будем рассматривать, когда я приеду домой в Крым. Так, друзья, вот они наши 4 щенка, 3 мальчики, 3 девочки, 1 мальчик. Вот, все, едут домой. Милые морды будем рассматривать уже вместе с вами. Немножко шумные, потому что сменили обстановку. Но это нормально. Можем вот так быстренько, раз, два. Вот девочка эта точно львовая. И вот кто Мерли, мальчик. Я по фото примерно знаю. Наверное, вот там сзади мальчик Мерли. Ну, что, Мерли опять, как всегда, все как обычно. Все, не будем рассматривать. Кладем мои здесь запчасти, он диски поменял. Вот, еду домой. Вот эти веревочки мы все, наверное, умерем в этот раз, чтобы у нас не сели. Все, Яна, иди посмотри. Так, друзья, у нас вечереет, смеркается. Я снова еду по Крымскому мосту и везу щеночков. Щеночки просто молодцы, ни одного звука нет. Такие все-таки эксельчики, зайчики. Всегда от Кинга. И в прошлый раз так же было. В общем, который раз им очень нравится ездить. Вот так, впереди Крымский мост, Арка. Сейчас я его проеду. И буду в Крыму. И уже Яну видит щенков. Все снимаем. Так, друзья, и мы пришли сюда. Я приехал. И сейчас Яна увидит наших новых щеночков от Кинга. Здесь рядом чирикают уточки. Привет, пупырзики. Вот пупырзики приехали. Привет, пупырзики. Значит, у нас, напомню, здесь один мальчик. У вас летел сломал, кажется, что ел. Три девочки, да. Ну, видно, что Яна к цели, видно, что длинна ноги. Прям на лапах, смотри, какие стоят, да. Ой, у меня моя цель. Ну что, так нифига не видно. Давай вытаскиваю. Я примерно номера помню. Ну, вот сразу выделяется щенок, который самый дальний стоит. Самый крупный, мне кажется. Да, Яна? Вот с правой клетки дальний. Мне кажется, вот самый. Ну, она не стоит, она сидит, поэтому мне это сложно сказать. Да, может быть, да. Ну, может быть. Давай, начинай по порядку. Вот под свет так встанем. Итак, друзья, мы снимем с ними подробное видео, как все на площадке, как они бегают. Ну, сегодня же самая поездка попала. Кстати, кавалеры уже сутки в новом доме. Выходи на свет. Кавалеры уже сутки в новом доме. Чили, Ириска и леди. Все у них хорошо. Итак, девочка три. Ян, с самого первого раза мы поставили, наверное, цену пониже. Нам показалось, что она самая маленькая. Но она нифига не маленькая. Она нифига не маленькая. Цена будет на нее как на всех. Пока что я не ешь по облацам. Смотри, ехали они совершенно спокойно, друзья. Вообще без проблем. Поэтому все было хорошо. Сейчас они нервничают, потому что видят, что уже одна вышла. И сейчас Яна будет их наносить уже в вольер. Так, ну что, Яна, полоска у нее белая. Давай быстренько. Давай реально так вот оцениваем будем, когда будем снимать уже на выгуле. Да, да. Дойдем. Потому что сейчас, во-первых, ночь. Пока просто первое ощущение. Во-вторых, мне к ним надо хоть немножко присмотреться. Да, но видео все равно, Ян, выйдет. Я их вижу только как ты впервые. Поверни хотя бы что-нибудь, покажи. Не знаю. Вот так, да. На фоне тебя, чтобы было видно. Ну, крупная собака. Сколько им в возрасте? Чуть больше двух месяцев. Да. Им только что купировали 10 дней на затушке. Правильно? Да. Значит, им два месяца с небольшим. Обычно мы им купируем мушки чуть меньше двух месяцев. Вот. Все хорошо тогда, друзья. Девочка три. Все четыре щенка продаются. Мы только сейчас вам их первый раз показываем. Кто на наш телеграм подписан. У нас есть телеграм-канал, где мы все показываем раньше всех. Бесплатные, открытые для всех. Там уже 11 тысяч человек, друзья. Обязательно подписывайтесь. Этих щенков мы там показали за месяц до того, как они к нам приехали. И это только в телеграм. Если вы любите наш канал, то вы обязательно должны быть подписаны на наш телеграм, потому что там очень много новостей. Это совершенно бесплатно. Ничего не стоит. И там очень интересно. Там большое общение. Под каждым постом десятки, сотни комментариев. У нас еще спонсорский канал по подписке. Но это другая история. Там вообще каждый день выходит видео. И там все секреты. А вот в обычный телеграм-канал мы заливаем все такое самое интересное, с чем можно поделиться. И все равно там раньше времени много чего выходит. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм. Так что подписывайтесь. Питомник собак. Ищите этот телеграм-канал. Телеграм. Просто берите питомник собак. Зеленая аватарка с сервером. Так, едем дальше. Это у нас... Девочка 2. Девочка 2. Так, Аня, какой мер ли она? Сейчас посмотрим. Я немножко заплетаю. Я язык, потому что я с дороги. Я сутки живу в машине. Она лиловая мера без подпала. Да, понятно. И мне кажется, она как будто даже чуть ли не меньше, чем предыдущая. Нет, примерно такая же. Такая же примерно, да? Она подпала, по крайней мере, я не вижу. Ну, да, после тех кабанов четырехмесячных... Она красивая, все равно такая светлая. Красивая, да? Нравится тебе? Да. Такая нежная. Она прям белая, нежная, чистая. Нежная такая красная, да. Нежная-нежная такая, мягкая-мягкая. Вот. И она показывает нам окрас. Ну да, она как поверхность. Знаешь, на Луну похожа. Яна, посмотри на Луну, когда мы... Знаешь, она будет Луна. Луна, это 100% Луна. Посмотрите, это как лунные кратеры. Вот мы смотрим на Луну, да, и вот так ее видим. Фантастическое. Давай в глаза тебе заглянем. Классная Луна. Хвостик, все. Ну, сейчас, наконец-то, в клетке насидели. Сейчас огромный вольер. У нас здесь новые вольеры. Скоро покажем на видео. Они уже готовы. Но я еще на канале не показывал, что у нас здесь готовы новые вольеры с выглами. Огромные, большие. Там вольер, примерно, два вольера, 4 на 4. Уличные и внутренние. Это примерно 32 квадратных метра у них будет. О, кошка увидела, смотри. Хвост. Так, ладно, познакомились. Это у нас девочка 2. Так, еще одна девочка, еще один мальчик. Аня в отпуске. Сегодня последний день у нее. Послезавтра приедет многими любимая Аня. И, ну, открою небольшой секрет, очень вероятно, что в этом году Аня нас покинет ближе к осени или осенью. Ну, мы знали, что Аня с нами навсегда. И так здорово, что она 2 года смогла с нами прожить. Но есть большая вероятность, что осенью она от нас уедет. Так что не расстраивайтесь, друзья. Жили мы 4 года и без Ани. Потом 2 года жили с Аней. И дальше снова будем жить без Ани. Так бывает. Ну, я думаю, что Аня будет к нам приезжать в гости. Мы будем ее видеть частенько. Так, друзья, наш второй канал Яна и Гоша. Вдруг кто не знает, у нас здесь гигантская ферма. Ну, маленькая ферма. Здесь утки, индюки, козочки камерунские. И курицы. Очень весело. Не соскучишься. Ну, и в целом мы на втором канале покажем нашу личную жизнь. Про ребенка, про путешествия, про покупки. Много всего интересного. Канал называется Яна и Гоша. Легко найдете. Так, едем дальше. Интересно, девчонка или парень все-таки? Писюн. Вижу. Мужик. Мальчик, единственный мужчина. Коки. Че, тишина такая. Еще второе. Блин, ну, он же у заводчика бы, она бы тебе сказала, если нет. Ну, они втягивать умеют. Нет, вроде на месте. На месте, да? Под полом. Он как папа. Давай на бок его на свет тоже посмотрим. Как раз как папа. Да, как папа. Такой же сероватый. Это как называется акрас, правильно? Львовый. Львовый мерль, да? Вот. Но он не сильно пятнистый. Но тоже есть пятнышки вот такие. Тоже очень красивый. Друзья, сейчас мы не увидим нормально моськи. Ну, в глаза-то заглянем, поймем, что тут как бы очевидно, что это дети Кинга. Как бы двух мнений быть не может, да, Ян? Ну, они же мерли. Да, Кинг себя передает так, штампует, а еще и на мерли. Это выглядит еще более феерически. Вот. Ну, и у нас сейчас темно, мы все равно ничего не увидим. Обязательно завтра, послезавтра с Яной пойдем на прогулку. Может быть, в этот раз возьмем сразу всех. Ну, посмотрим, подумаем как. А может, как обычно, все, по одному поснимаем красиво, эффектно. Все, давай, Ян. Осталась одна девочка, девочка один у нас. Тебя оставили? Тебя одну оставили, да? А ты такая спокойная. А у нее самые ясные глаза, самые выразительные, друзья, глаза. Посмотрите на эти глаза. Покажешь глаза? Да, да, да. У нее самые большие глаза, я даже сказал, наверное. Поэтому они кажутся выразительными. Посмотрите, какая она красотка. А посмотрите, какая она спокойная. Многие бы, оставшись одни, были бы в панике. Яна, это у нее черная, да, наверное, мераль какой-то. Она похожа не голубая, не лиловая, а какая-то черная. Есть такое интересное? Сейчас проверим мои знания в генетике. Она не похожа. Может, голубая, конечно, но она точно не лиловая. Сейчас Яна придет и скажет, какая она. Яна, она такая, клапочка, куколка. Ты посмотри, как она спокойно сидит. И у нее, по-моему, глаза большие, больше, чем у предыдущих. Они такие ясные, почему-то очень выделяются. Есть такое, да? Посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас Яна достанет. Сейчас я вряд ли что-то увижу. Сейчас, да. И она самая крупная. Все-таки из секс-шенков. Ну да, кстати, она из девчонок-шенков самая гигантская. Самая такая чужая. Да, я сразу ее и выделил. Это она и была. Ты прям девочкой XXL будешь? Девочкой XXL, возможно, да. Друзья, по типу, скорее всего, все должны быть минимум XL, но могут быть и XXL. Она с подпалом. Она с подпалом. Как как раз называется? Голубая подпалая мерляет. Ясно. Давай на свет снова. Мы тут в темноте рассматриваем щенков. Хвостики, естественно, у всех полные, как и должно быть. Ну, бывает всякое. Ну, здесь все нормально. К нас в том, поймете, было... Смотри, как она в руку вцепилась. Как мартышка. Смотрите, какая, друзья, она звезда. Как мартышка прям обняла. Да, обняла, обняла, обняла. Яна, обняла тебя. Ну, посмотрите, как она ее держит, друзья. Просто великолепно. Просто схватила. Полностью захватила и держится. Ну, вообще висит, Андрей. Да, висит. Классно. Знаешь же, в прошлом памяти звезда приехала, один щенок, да? Ощущения такие, как будто обезьянка на руке висит. Да. Держится. Так эта обезьянка будет калором 50 в месяц. Да, да. Друзья, ну, она просто за счет того, что крупнее, она будет стоить чуть дороже. А все остальные, наверное, примерно в одну цену будут, да, у нас? Ну, скорее всего, так будет. Ну, мы сейчас определимся с Яной. Обновим цены на сайте. Мы пока поставили общие цены, пока их не видели. А теперь уже мы можем сделать нормальные выводы. Так что переходите на сайт питомника, друзья. Там есть сцена. Снизу будет закреплен комментарий. Там будет каждый щенок, фотография, цена. И резервируйте быстрее, пока есть в наличии. Выбор есть. Девочек, мальчик всего лишь один, к сожалению. Следующие щенки будут не скоро. Скорее всего, ближе к зиме. Барселона. То не факт. Аида, да, и то не факт. Аида только в следующем году. И то во второй половине, скорее всего. Так что Эксели пока на паузе. Это пока последние Эксели. Да, это пока последние Эксели. В этом году. Возможно, в этом году последние, да. Скорее всего, в большую вероятность. Ну, а кого нам еще? Ну, Барселона, если только весной, осенью рано потечет. Не, не, Барселона течет, как часы. К зиме, да, ближе? Ясно. Ну, ладно. Вот, друзья. Ну, девчонка, это просто звезда. Стоя такая прям сочненькая. Все тогда, друзья. Значит, смотрим. Пишем Яне. Контакты закреплены. Резервируем щенков. Когда они готовы ехать домой? Уже готовы ехать домой. Ну, собственно говоря, да. Да, в любой четверг готовы ехать домой. Доставка есть вот сюда. Все, друзья. Спасибо, что привели этот день с нами. Кавалерчики уехали. Булики приехали. Не обессудьте за кавалерчиков. Но так надо. Правильно, Ян? Так надо, друзья. Так бывает. Останутся только любимые породы в нашем питомнике. Мы теперь себе можем позволить, чтобы у нас были только самые любимые породы. К сожалению, все породы заранее знать невозможно, какие они. Мы попробовали кавалерчиков, попробовали экзотиков, попробовали даже английских бульдогов. Но все-таки вернулись к самой той классике, с чего мы начинали. А начинали мы с чихуахуа, китайских хохватых и американских булев типипокет. И именно это у нас останется. Плюс добавится новая порода, о которой вы скоро узнаете, в которой мы практически уверены, что она тоже будет нашей постоянной, потому что она очень похожа на породу нашего виногерской овчарки Мики, которая нам очень нравится. Из того же класса собак, можно сказать, из той же группы. Соответственно, мы уже с этими... Вы смотрите это видео, сегодня у нас запись 21 июля, и эта новая порода у нас уже давно. Мы просто не спешим с выпуском видео, собираем материал, чтобы было интереснее по приезду, о приезде новой породы. Но порода классная, нам точно она нравится, мы точно будем заниматься ее разведением. Вы скоро все узнаете, что за новая порода. Поэтому... А те породы, которые не очень нам нравятся, они покидают питомник. Все, друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Питомник собак. Там очень интересно. Он бесплатный, открытый. Там 11 тысяч человек. Все друзья наши там. И вы тоже проходите. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. Скоро увидим щенков Кинка. Кинка покрупнее. А вот Яна занимается выгулом. Вася побежал. Когда нет Ани, Яна тут работает с собаками. Было 10 дней, и все было на Яне. Два питомника. Не так это просто, но это наша тоже часть работы. Все, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.